14 января на 82-м километре дороги Кострома-Буй произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомашины марки «Гольф», который ехал по направлению в город Кострома, выехал на полосу встречного движения. Во избежание столкновения, находившейся на полосе встречного движения «Шевроле Коптива», также однозначно выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомашиной ВАЗ-2107. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал малолетний ребенок 2011 года. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве. После дорожно-транспортного происшествия он был госпитализирован в Буйской ЦРБ для оказания медицинских услуг. По факту дорожно-транспортного происшествия МОМВД России Буйский проводится проверка. Неудовлетворительных условий на проезжей части выявлено не было. Дорога была посопана противогололедным материалом. В этом случае ребенка спасло то, что ребенок находился в детском удерживающем устройстве. И были закреплены ремни безопасности. С 12 января в Буйском районе у нас проходят профилактические мероприятия автокреслом детям. И поэтому мы еще раз обращаем внимание всех родителей, и бабушек, и дедушек по перевозке детей. Значит, что дети до 12-летнего возраста, они должны перевозиться на заднем сидении легковой автомашины. Маленькие дети. Обязательно предусмотрены детские удерживающие устройства, соответствующие росту и весу ребенка. Пусть они по салону не ходят, потому что даже когда легковая автомашина двигается со скоростью 48 км в час, если она столкнется с другой стоящей автомашиной, то под воздействием силы инерции в тысячи раз увеличивается масса тела тех людей, которые находились в салоне автомобиля. В результате происходит большой удар. А ребенок, если он не закреплен ремнем безопасности или не находится в детском удерживающем устройстве, значит, он вылетит из салона. Буквально вчера были составлены два протокола на родителей, которые привозили своих детей в дошкольное учреждение без детских удерживающих устройств. У нас есть такая у родителей мода или на переднем сидении легковая автомашина. Вроде бы недалеко живу, проедут два квартала, и ребенок пусть едет не по правилам. Для сохранения жизни и здоровья ребенка обязательно необходимо использовать детские удерживающие устройства, а взрослым пристегиваться ремнями безопасности.